добрый день с вами империя пик через сегодня покажу вам как нарисовать холмы акварелью если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами для начала мы наметим линию горизонта она будет располагаться выше середины далее на заднем плане мы намечаем горы и теперь переходим на передний план начиная с вот этой главной горы с правой стороны за ней будет проходить еще две горы по высоте будут они немного выше чем та которая находится справа если учитывать самую верхнюю вершину вот эту лишние линии мы убираем ластиком сразу чтобы потом не путаться в них и и вот эту верхнюю гору и немножечко приподнимают для того чтобы вершины не соприкасались нужно избежать касаний и также линию горизонта немного приподнимаю эта линия будет также линии морского горизонта немного подправлю контуры гор и еще обозначу одну вот здесь вот края далее мы основание их наметим здесь уже будет такой пригорочек небольшой и также на переднем плане некая растительность будет располагаться по уголкам различного размера и высоты также можно несколько деревьев добавить на дальнем плане в горах и в принципе это все что мы наметим карандашиком можно уже приступать писать акварелью и для начала мы сделаем небо покроем его водичкой а пока вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства из детства любимое дело своей профессии ссылочку на золочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение я буду использовать поочередно оттенки голубого и синего я их делаю такими полупрозрачными нанося на мокрую бумагу они очень аккуратно растекаются также можно использовать темно-синий оттенок и оставляйте белые такие облачка в промежутках не затрагивая там бумагу красочкой тогда получится такие плавные переходы далее более темным оттенком синий плюс фиолетовые можно подмешать мы делаем горы на дальнем плане они будут у нас полупрозрачными так как находятся вдалеке и холодными и так легонечко намечаю ну и что что у нас еще небо не высохло и они будут немножечко растекаться в дальнейшем это может нам сыграть на руку создать интересные эффекты можно пословок написали основные оттенки добавить туда немного дополнительных оттеночков где-то подумать четкие границы чтобы их не было где-то сделать потемнее если нужно записать пробелы и для моря мы возьмем вот такой более яркий голубой оттенок и полупрозрачно также им пропишем горизонт морской он даже будет посветлее чем горы на дальнем плане и ярче чем небо и теперь я начинаю писать собственно сами холмы и возьму смешаю травяную зеленую и желтый оттенок нанесу на верхушку с правой стороны я добавлю охру и ниже я использую более темные оттенки зеленого через травяную зеленую смешивают цвета вот сюда вот прям можно взять в чистом виде травяную зеленую немножко разведенную с водой также немного смешают от зеленый с коричневым нанесу пятнышко с фиолетовым я как вы видите намешиваю очень много различных оттенков и наношу их рядом друг с другом вот такими вот пятнами какие-то пятна более крупные какие-то более мелкие чтобы затем не зеленый можно туда добавить фиолетовый например вот мы сюда его добавим и нанесем на дальнюю гору если хотите сделать посветлее то используйте желтые оттенки охру подмешивайте либо разводите с большим количеством воды вот этот холмик тоже у нас будет довольно темненький мы используем такую травяную зеленую в смеси с коричневым с левой стороны мы более теплую сделаем горку нанеся туда оттенки желтого зеленым на дальнюю мы наносим ахристые оттенки желтеньким на левую часть фиолетовые оттенки и вот здесь вот при соприкосновении будет такой более темный оттенок зеленого на дальнюю гору тоже сделаем холодный зеленый оттенок можно смешать еще с синим сюда на дальнем плане добавлю деревьев стараемся их тоже сделать полупрозрачными то по ней сильно у нас не выделялись также вот этот кусочек запишу и на краешек нанесу более теплый оттенок желтенький коричневый вот сюда аккуратно вписываю полупрозрачный тоже пятнышками пятна можно делать различными по размеру даже не можно а нужно для того чтобы было интересней вот сюда на переднем плану у нас тут будут располагаться поля мы наносим желтый немножечко туда зеленого то получится такой яркий салатовый оттенок даже можно использовать лимонный желтый коричневый оттенок я нанесу сюда на дальнем плану такой горизонтальной линии также фиолетовым подчеркну немного чтобы так вот разделить поля между собой они будут так вот интересно располагаться также более темный оттенок зеленого с синим смешиваю и добавляю контрастных теней на дальний план в горах может быть это тоже как и деревья проявить показать более с темными кронами тоже я делаю на переднем плане края можно аккуратненько подразмыть чтобы помягче были переходы продолжаю добавлять темные пятнышки горы не как раз у нас подсохли поэтому можно кое-где затемнить по нижней части а также слева вот сюда тоже такой фиолетоватый зеленый добавим теперь в принципе можно перейти на переднем план на переднем плане мы также добавляем деревья показывая их фактуру такими отдельными пятнышками можно даже маленькими и в целом этот ряд будет темненьким в отличие от полей которые будут находиться далее и не должны быть посветлее вот так вот сделали такой разнообразный по высоте по форме силуэт и на дальний план также вот таким зеленым оттенком я наношу поля в промежутках оставляя салатовый оттенок получается как такими квадратами теневые участки наносится где-то деревья на переднем плане можно еще посильнее затемнить для того чтобы они не были как белые пятна на переднем плане светлые немного затемнюю тени на холмах с левой стороны здесь вот сбавлю контрасты по краям темные вот сюда добавлю коричневый оттенок к верху можно более зеленоватый использовать также вот эти горы на дальнем плане сделаю потемнее чтобы не отделялись от той горы которая находится спереди темно-синим оттенком я наношу вы здесь вот холодные такие береговые линии они будут более темными и также на переднем планку и где нанесу более яркие линии такими подмывающими движениями можно даже использовать лимонный желтый в чистом виде и аккуратненько подумать предыдущий слой здесь вот тоже края касания я списываю делаю более мягкими без резкого контраста темного и светлого вот тут вот море у горизонта немножко затемню в поля добавлю немножко коричневого оттенка смеси с фиолетовым вот так вот подчеркнув и также можно на переднем плане и в принципе мы движемся к завершению дописываем какие-то детали и у таких алмы акварель у нас с вами получились прислайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим мы публикуем у нас на странице а ссылку на инстаграм вы можете найти в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч